Смотрите, что получилось. Воспитание, оно сделало нас удобными. Воспитание, оно как бы, вот если мы себе представим какую-то плоскость, то воспитание нас под эту плоскость как будто загнало. Мы там сидим где-то, съежились и сидим, и не позволяли своей силе проявиться. Но когда вы начинаете открываться и вылезаете, начинаете торчать из-под этого болота, то люди, для которых вы были удобными, они говорят, ты что, охренела? А вы говорите, да, охренела. И тогда либо человек уйдет, либо он будет с вами равноправным партнером, либо он пойдет за вами. Если он почувствует, что вы сильнее, он пойдет за вами. То есть скрывать свою силу означает иметь ненастоящее окружение. Потому что когда мы скрываем свою силу, мы окружаем себя людьми, которые хотят видеть нас удобными, но не хотят видеть нас сильными. Да, хотят видеть нас удобными, но не хотят видеть нас настоящими. Да. А, вот вопрос. Я могу быть настоящей, да, с людьми знакомыми, и потом говорят, ты совсем другая. Как раскрыться изначально? Так в чем вопрос-то? Как раскрыться изначально с людьми знакомыми? Ну так начинать общение, говорить настоящим голосом. Говорить мне, здравствуйте, я говорю, здравствуйте. Надо принять решение со мной и себе. Надо, а это контекст нужды. Хочу принять решение быть настоящим. Могу. Кто хочет быть настоящим? Кто может быть настоящим? Кто любит быть настоящим? Кто проявляется как настоящий? Да. Кто видит себя настоящим? Продолжение следует...